Георгий Михайлович, спасибо, что согласились с нами встретиться. Расскажите, пожалуйста, о себе, о своем творчестве и о том, почему творчество стало перекликаться с русской историей и с историей Пенинской губернии в частности. Ну, о себе что можно сказать? В 1962 году я родился и закончил наш строительный институт, факультет архитектуры. То есть, получается, у меня как такового художественного образования нет. То есть, те знания, которые я получил в Доме пионеров, это из-за студии была в Доме пионеров Петра Александровича Кириллова, ну, плюс те знания, которые я получил в институте, у нас там тоже был и рисунок, и живопись, и скульптура, но, конечно, не как в училище художественном, поменьше часов было. Вот, то есть, в основном это все самообразование. И вот с того времени, когда я уже какие-то навыки имел, рисунок, скульптура, мне понравилось работать в малой форме скульптурной, мелкой пластикой, так называемой. Сначала я работал в самшите, это дерево такое, калхизский самшит. Ну, что-то делал наподобие Нецки, только на русскую тему. Допустим, вот у меня есть несколько иллюстраций, скульптурных иллюстраций к книге Салтыкова-Щедрина «История нашего города». Историю одного города Салтыков-Щедрин написал про наш город Пензу. То есть, Глупов, город Глупов, это как раз наша Пензу. Так вот, у меня пять работ на эту тему. Это Дунька Толстопятая, Майор Прыщ, Органчик, ну и другие работы. Вот, с 91-го года я по совету Валерия Кузнецова, художника нашего скульптора, заслуженного, я увлекся бронзовым литьем. И вот, собственно говоря, с этого времени, с 91-го года, я бронзой и занимаюсь. Бронза, серебро. По поводу того, когда я начал заниматься русской тематикой, в смысле русской армией, ну это год, наверное, где-то так же, 91-го года, 92-й, 93-й, я начал, когда, работать в мелкой пластике. Там, понимаешь, там вот эта мелкая пластика, она предполагает обилие деталей, вот, и нарушение пропорции. То есть мелкая пластика, она это предполагает. А где у нас, допустим, какая работа, какая, вернее, ну как сказать-то, кто больше всего имеет детали? Это, наверное, все-таки войны, правильно? То есть там и мундир, там и оружие, там и, если конный, там и обрежь коня. И вот с того времени я начал заниматься русской армией и подбирать, естественно, материал, книги, журналы. Я начал ездить на реконструкцию Бородинского сражения. Вот четыре раза мы там были, четыре года подряд ездили. Там тоже очень много информации я получил. Ну, потому что там ребята именно занимаются реконструкцией. Они, естественно, все это дело уже через себя давно пропустили, все эти знания. Мало того, они шьют один в один и мундиры, и оружие. Ну, где еще, как не там, взять эту информацию, правильно? А тема моя, посвященная русской армии, это называется она «Солдатушки, бравые ребятушки». В 2012 году я сделал персональную выставку на эту тему и приурочил ее к 200-летию Бородинского сражения. Ну, вот в общем количестве выставка у меня насчитывала где-то более сотни, 104 работы. Из них были также работы, посвященные нашей пензенской теме, то есть пензенскому ополчению 1812 года. Изобразил я две работы, три даже, три работы казака пензенского ополчения, егеря пензенского ополчения и знаменщика. Продолжение следует...